Сегодня квалификация, был жесткий отбор, сейчас профессиональная попытка и уже чуть позже вечером у нас будет суперканал сегодняшних соревнований. По одному кругу ребята прилетят по нашей трассе. ТОП-6, самые лучшие шесть тротов, сражаться за звание чемпиона сегодняшних гонок. Сегодня русские высотные полки. Итак, уезжают уже. В зоне трассы, участник первичного вылета, Алексей Шахмадов. Итак, вот получает Юлия первого разрешения на взлет. Разгон самолета, взлетно-посадочный полосе начинается. С каждым метром все выше скорость. И есть отрывы седые. Юлия Крылова в небе над нашей бонусной фасой. Ну что, сейчас у нас в небо поднялась для своего квалификационного выступления. Выступление Юлия Крылова, Джулиан Джеттс в инстаграм. Поэтому давайте будем внимательно следить за ее квалификацией, за ее зачетным полетом. Вот она только произвела взлет. Выполняет первый разворот. Обратно старту. И будет заходить для выполнения восьмерки курсом 70. Еще раз, задача, которая стоит сегодня перед всеми участниками русских авиационных гонок на реактивных самолетах. Задача пролететь между конусами на скорость и на время. Пилот зафиксировал финиш первого круга. Произвольный разворот вышел на старт следующего круга. И вторую попытку свою показал. Юлия набрала уже высоту круга. Сегодня это 300 метров. Высота конусов 30 и 40 метров. Для информации, задача пройти между конусами внутри цветного поля. То есть задача не ниже цветного поля и не выше законцовки конуса. Сейчас Юля будет выполнять свою квалификацию, свою квалификационную задачу, свой полет. Как-то я косноязычно говорю. Ну, в общем, это, видимо, от волнения. Ну, сейчас оно пройдет достаточно быстро. Когда Юля отлетает свои 6-7 минут и произведет мягкую посадку. А вы можете поддерживать сердечками, лайками Юлю. Раз уж вы сегодня не с нами на аэродроме, то хотя бы вот так вот она будет чувствовать вашу поддержку. То, что вы смотрите за ней, следите за ее успехами. Это первое, кстати, выступление Юлии на подобного формата мероприятиях. Ну, вообще, это мероприятие впервые в России проходит. Да, и в постсоветский период еще ни разу русские авиационные гонки не проходили на реактивных самолетах. И у Юлии это первое выступление. Она готовилась выступить на Флайна Орешникова. Господи, Орешникова, вот я молодец, свой же аэродром и обозвал. Флайна Орешкова в паре выполнить проход с другой девушкой-пилотом, с Ириной Гришиной. Но пока не получилось с девчонками вместе слетать. И вот сегодня Юля первый раз выступает для нас, для зрителей. Сразу на соревнованиях, сразу на таких знаковых мероприятиях, как русские авиационные гонки. Вот она заходит уже, выполняет четвертый разворот и заходит на боевой курс. Слушаем нашего ведущего и смотрим за тем, как Юлию будет выполнять программу упражнений. Хороший, хороший пристрелочный пролет. Молодец. Задача не, скажем так, никого не удивить. Задача хорошо, чисто пройти всю дистанцию. Молодец. Она и в первые, вторые ворота четко вошла. Вторые ворота с небольшим креном. Но я думаю, что для первого такого волнительного выступления мы это ей простим. Конечно же, судьи не простят. Да, судьи поставят ей, ну скажем так, минус баллы. Но для нас это в любом случае большой успех, Юлин. Молодец. Она выполняет разворот и идет в направлении третьих ворот. Третья ворота. После них будет сложный участок, после третьих ворот, потому что там нужно сделать быструю перекладку к четвертым воротам. Расстояние достаточно маленькое для этого. Задача не перегнать скорость, не уйти там к 600 километров, что называется. Ну и смотрим. И Литов сейчас подходит к третьим воротам. Хорошо. Третья ворот. Хорошо. И перекладка. И пошла перекладка. Четвертые ворота прошла. Умница. Очень хорошо. Очень хорошо. И причем четвертые ворота прошла строго, прям по регламенту. В красной зоне. Молодец. Очень хорошо. Разворот на финишный проход, потому что ей нужно замкнуть восьмерку. Я думаю, что первая попытка для Юлии, когда она всегда летала, чтобы классифицироваться, пройти все ворота точно. Потому что здесь оценивается не только скорость прохождения трассы, но и точность выполнения всех фигур. А вы уже видели сегодня, кто-то пролетал ниже, кто-то пролетал выше. И уже только судьи смогут сказать, выполнили участники сегодняшних соревнований все полетное задание полностью. Да, ребята, а вы, конечно, поддерживаете ее сердечками, лайками. Юля, большая умница. Единственная на сегодняшний момент девушка-пилот, летающая на реактивном самолете Л-29. До нее были девчонки, которые летали самостоятельно. После нее еще будет много. Но сейчас она одна в России такая. Очень хорошо летит. Молодец. Идет к финишным воротам. Смотрим. Выровняла. Хорошо умница. Прошла строго, строго в траектории ворот. Молодец. Ну, для судейства, я думаю, что будет указан незачет там один. То, что она чуть выше прошла. Но для нас с вами в любом случае очень хороший показатель. Она выполнила проход строго в створе. Сейчас у нее еще одна попытка. Еще одна, да. То есть первая квалификационная попытка. И вторая сейчас будет. Молодец. Прошла весь маршрут. Очень хорошо. Очень чисто прошла его. И главное, что без кренов в третьем и четвертом. В третьих и четвертых воротах. Молодец. Ребята, давайте больше лайков, больше поддержки. Юля нуждается в этом. Она сейчас там одна. Волнуется очень. Мы ее, конечно, тут всеми реакторами настраивали. Всем аэродромом. Чтобы она спокойно отлетала. Она, видите, большая умница. Хорошо очень выполняет свой полет. Утром у нее было два вылета тренировочных с инструкторами. Потом она отлетала самостоятельно трассу. Был разбор полетов. Но сейчас вот она идет квалификацию. Ведущий несет какую-то ересь. С каким тренером она сейчас там будет обсуждать траекторию полета, непонятно. Я с трудом себе представляю, как ее запрашивает Владимира Лесника. Дружище, подскажи, как мне тут сейчас кренчик вывести. Ну, в общем, ведущий знает, что говорит. Мы будем молчать и не будем его комментировать. Смотрим. Хорошо. И смотрим вторые ворота. Очень хорошо. Практически без крена. Молодец. Без крена, без тангажа. Очень хорошо и чисто прошла вторые ворота. Молодец. Смотрим, смотрим, смотрим. Волнительно это, конечно, дело. Наблюдать за чужими полетами. Когда сам не летаешь, а вот на земле. Да. Надо тоже намочиться летать. Потому что мы пока люди, так сказать, земноводные. В нем и стремящиеся, а не мечтающие. Но так как наша замечательная пилотажная группа реакторы, Калужская, единственная в России частная пилотажная группа, так как летают они, нам еще тренироваться и тренироваться, учиться и учиться. Они большие молодцы. И, кстати, пожалуйста, все, кто есть ВКонтакте, зайдите на нашу страничку ВКонтакте, аэродром Орешково. И поддержите наше предложение о том, чтобы стрижи прилетели в следующем году. Так, секунду, смотрим. Хорошо прошло. Ну, как хорошо? Плохо прошло. С креном? Ну, ничего. Ничего. Так, здесь хорошо прошло. Здесь хорошо прошло. Так вот, по поводу нашей странички ВКонтакте, Фейсбуке, пожалуйста, зайдите и поддержите наше обращение к губернатору Калужской области, к правительству Калужской области, чтобы господа пригласили к нам на праздник, на юбилей Калуги, который будет отмечаться в следующем году, в 2021 году. Пригласили нашу любимую всеми, всенародно любимую пилотажную группу стрижи. Ребята военные, они могут прилететь, что называется, только если министр обороны прикажет, и главнокомандующий БВС. Но для этого нужно обращение от администрации Калужской области, от губернатора. Просим вас поддержать нашу инициативу, нашу идею, чтобы стрижи прилетели в следующем году в Калугу. А пока смотрим, как Юля завершает свою квалификацию, проходит финишный отрезок, подходит к пятым воротам финишным, должна пройти четко без крена, без тангажа в горизонте. Смотрите, смотрим. Ну, по-моему, все получилось. Да, хорошо. Умница Юля. Все, теперь к третьему 300 и посадка. Отлично, отлично, отлично. Давайте дождемся ее посадку. Пока пилот готовится следующий. Уже вот, слышите, запустился самолет и выруливает на предварительный. А Юля ушла к третьему развороту, сейчас будет выпускать шасси и заходить на посадку. Так, посмотрим, что у нас происходит в это время. Удивительная штука. Никого не звали, никого не приглашали, но приехало очень много журналистов. Некоторые журналисты приехали с детьми, целыми семьями. Мы так крепко удивились. Они решили совместить приятное с полезным. Не только написать и снять репортажи о сегодняшнем уникальном мероприятии, напомню, сегодня в Орешково проходит впервые в современной России за долгий период по-советски. Первые русские авиационные гонки на реактивных самолетах. Вот, и многие журналисты решили совместить хороший выходной день. Видите, вот с детьми приехали целыми семьями. Молодцы, это правильно. Это, конечно, подход такой профессиональный. Называется, нас не пускают в дверь, мы войдем в окно. Ну, а мы не против. Мы не против. Детям веселее, они приобщаются к авиации, приобщаются к любви к небу. Все очень хорошо. Так, а мы теперь давайте посмотрим посадку Юлии. Она должна уже заходить на прямую посадочную. Пока я ее не вижу. Ну, и спасибо вам всем за то, что смотрели этот прямой эфир. Смотрели Юлию на квалификацию. Юлия Джулиан Джетт. Напомню, пилот. Единственный сегодняшний момент в России пилот реактивного самолета Л-29 летает самостоятельно. Только что отлетала квалификацию. Вот. И сегодня здесь у нас в Орешково проходят очень важные мероприятия. Проходят первые авиационные гонки на реактивных самолетах. Так, что-то я не вижу. Юлю. Не вижу заход. А, нет, все. Вот, вижу. Она. Вижу, вижу, вижу. Вон она уже на глиссаде. На прямой. Владимир Николаевич, вот к нашему прямому эфиру присоединился пилот пилотажной группы реакторы, командир пилотажной группы реакторы и левый ведомый Владимир Лесняк. Владимир, подскажите, пожалуйста. Я надеюсь, что он следующий летит. Не, подожди, я сейчас всем говорил, что мы, я тут земноводный летать не умею. Хорошо. Да, да, да. Поэтому ваша оценка квалификации, Юля, как вы считаете, как она отлетала? Я считаю, это первый раз отличный. Ну, вот, поддерживаю. Я поддерживаю. Вот, настоящий командир. Спокойно, без каких-то там сильных эмоций. Для первого раза сойдет, сказал наш брутальный командир. Не сойдет, хорошо. Запаска нормально, все сделают, потратят на сумму, все нормально. Вот, молодец. Так, а сейчас у нас тоже будет еще несколько вылетов. К сожалению, не смогу продолжить эфир, потому что просит меня идти к самолету. Посмотрю, как другой пилот полетит. Сейчас дождемся посадку Юлии. Вот она, видите, да, заходит на посадку. Спасибо вам огромное, все, кто сейчас смотрел этот эфир. Чуть попозже мы вернемся. У нас еще эта квалификация, после этого будет еще, собственно говоря, финальные полеты, потому что из 11 пилотов, которые проходят квалификацию, напомню, на четырех самолетах мы сегодня летаем. Два Л-29, один Л-39 и СР-10. Красный, классный самолет. С обратной стреловидностью крыла. Вот, из 11 пилотов, вот Юля произвела посадку, умница, прекрасная, чистая посадка, держит колесико, хорошо все. Вот, из 11 пилотов останется шесть, которые, собственно говоря, из них будет выбрано трое лучших. За сим прощаюсь. Всегда ваш, или всегда ваша, Орешкова, вернусь. Продолжение следует... Спасибо.